Калина Красная насчитывает уже много-много лет. И в Октябрьском она тоже в свое время проходила. Просто сейчас новый формат, или как модно сейчас говорить, перезагрузка. У вас действительно замечательный клуб, у вас действительно сегодня будет большой праздник. Председатель общественного совета Пригуфсин Александр Назаров открывает фестиваль Калина Красная в исправительной колонии поселка Октябрьский. Фестиваль за свою историю помог раскрыть десятки талантов, и этот раз тоже не станет исключением. Буквально с первых выступлений артиста наполняет зал энергией. Жизнь за колючей проволокой совсем не похожа на жизнь обычного человека. Если на свободе человеку доступно все, то в колонии он лишается многих обыденных и привычных вещей. Например, не у каждого есть возможность взять с собой в колонию музыкальный инструмент. Моя личная скрипка, мне пошла на встречу администрация, то есть они позволили мне привезти сюда инструмент. То есть мы знакомые привезли, и они поощряют то, что мы можем заниматься здесь творчеством, писать музыку, исполнять все. То есть у нас регулярно проходят какие-то мероприятия, концерты. Мы играем обязательно на различные, у нас есть день открытой двери, так называемых, когда родственники приезжают, мы для них исполняем различные музыки. Наказание в виде заключения в колонии – тяжелое испытание для человека, и творчество как раз помогает ему не сломаться, не зачерстветь и даже вновь обрести смысл жизни. Денис Кухнюк из Зеленогорска с детства любил музыку и песни, и уже в школе начинал сочинять стихи. Когда попал за решетку, творчество не бросил, а наоборот, еще больше погрузился в ноты и рифмы, чтобы рассказать всем о своем внутреннем мире. У меня есть чувство благодарности, то, что мама с папой родила, чувство совести, то, что какой образ жизни я раньше вел, он неправильный, то есть только положительный. Тема фестиваля – со строк сошедшие герои. Как оказалось, участники легко смогли погрузиться в эту тему, ведь здесь чтение книг – одно из немногих развлечений. Самодеятельные артисты разыгрывали сцены, пели песни, посвященные книжным героям, и самое главное – все это только собственного сочинения. Теперь я человек собачьим сердцем, там робу работу дал, а так и друзья. Хочи, суки, родители, дочь, крикни! Когда мы кошкам задаю, у меня перцем и шариков в панилии. Не зря мы в этом году решили вместе с воспитательной службой взять тему «Со строк сошедшие герои», чтобы абсолютно абстрагироваться от их местонахождения, от их реалий. И вот они смогли. Вот прям вообще здорово. Я не слышала даже лейтмотивов, намеков о шансоне, о месте пребывания. Диплом Гран-при награждается ИК-43. Радость на лицах победителей неподдельная. В этот день они действительно вновь почувствовали себя нужными обществу и доказали самим себе, что на путь исправления они встали не зря.